Слово здравствуйте! Сегодня поговорим на тему, опять же, воспитания. Но не воспитания, не как процесса, а как обучение. На сегодняшний день, несмотря на развитие науки, техники, достижений в этих областях, наблюдается достаточно нехорошая тенденция по увеличению количества бытовых идиотов. Причем бытовых идиотов не в плане отсутствия интеллекта как такового, физиологически, а бытовых идиотов, которые не имеют элементарных, базовых, нормальных, естественно-научных воззрений на окружающий мир. У понятия идиот есть как минимум два значения. Первое – это медицинское и первоначальное значение, старое, которое еще греки придумали, или, как нам рассказывают, древние – это человек, который не понимает, где он находится, в какой среде он живет, что его окружает, и у него соответствующее, не совсем адекватное поведение. Вот таких идиотов вокруг становится все больше, к сожалению. В результате того, что люди, науку двигают ведь люди, соответственно, эти люди, они идут из школы куда-то в вуз, там остаются преподавать, например. Они же начинают двигать вот эту вот науку дальше, и, глядя на развитие этой самой науки сегодня, понимаем, что эта наука делает вот такой вот вираж. То есть, раньше она вот шла бодрыми темпами вверх, а теперь она сделает такой вот вираж, и уходит строго вниз и назад. Наука стремительно деградирует. Причин здесь достаточно много. О причинах я уже, в принципе, рассказывал, начиная от проблем неполных семей. Кто бы что не говорил, не возражал, но мальчик, воспитанный в отсутствии отца, не может быть полноценным мужчиной. Я уже рассказывал и про импринтинг, как это происходит на уровне рефлексов, инстинктов. Например, если, соответственно, мальчику неоткуда брать, а науку у нас двигают все-таки, опять же, кто бы что не говорил, но в первую очередь, значит, мужчины, вот, ну, такова, извините, физиологическая разница в мозгах у мужчин и женщин. Поэтому науку двигают, двигают в первую очередь мужчины, да. И, соответственно, если мальчику неоткуда брать мужские поведенческие шаблоны, реакции, он и не будет их иметь. Он не сможет их из ниоткуда взять, сформировать. Он будет копировать то, что видит. И ни одна мать не в состоянии, как бы она ни хотела этого, она не сможет вести себя как мужик. Вот. Все. Если вы хотите убедиться, возьмите любую книжку, написанную женщиной, и почитайте там диалоги, какие-то размышления героев, мужчин. Ну, это же написано женщиной. Это смоделировано женщиной. Ты читаешь и видишь. Это не мужские рассуждения. Это женское представление о мужских рассуждениях. И не более чем. Вот. Всего лишь. Да. Поэтому, поэтому, в первую очередь, юному поколению необходимо, что мальчикам, что девочкам, им надо брать откуда-то поведенческие модели. Каким-то образом компенсировать их нехватку. Кроме всего прочего, есть проблема такая, что, да, нынешние семьи состоят из недомальчиков и девочек. Недомальчик это тот, кто, да, он воспитан в неполной семье, он не понимает, не знает, как мужчина должен себя вести. Такие семьи обычно долго-то и не живут. Пять лет, я уже рассказывал, почему так происходит. Почему пять лет семья и все разваливается. Вот. Ну, там, максимум, значит, 10-12 лет и все, и она разваливается. Вот. Это есть у меня видео про расчеловечивание, значит, и любовь. Да. Так вот, все-таки, все-таки, если вот так вот брать обозримую человеческую историю, более-менее вменяемые взаимоотношения между мужчиной и женщиной были в девятнадцатом веке. Этот век у нас еще называется галантным веком. по большому счету, по большому счету, именно те взаимоотношения, выработанные примерно тогда, и можно брать за основу в качестве шаблона, вот, в качестве той печки, от которой, соответственно, стоит плясать дальше. Я сейчас изначально говорю про взаимоотношения, не положение женщины в обществе. Оно было достаточно, значит, свободным, но оно было при этом достаточно, значит, да, строго определенным, вот, и, заметьте, заметьте, хотят большей, так сказать, свободы для себя обычно те, кому хочется больше отдаваться своим инстинктам, в том числе, в первую очередь, половым инстинктам. Вот, вот они хотят свободы, в первую очередь, себе, свободы от морали, свободы от нравственности, соответственно, свободы от осуждения обществом, в те времена, в принципе, такие женщины имели возможность пойти работать в бордель. Ради бог, пожалуйста. Да, собственно. Но, опять же, я немножко не о том. Понимаете, это вот такие вот ответвления, такие вот включения, чтобы было понятно, о чем вообще, как бы, я пытаюсь речь вести. и вот эти вот поведенческие модели, которые необходимо иметь в голове девочки, чтобы не выглядеть и не быть блядью. Вот. В данном случае, это не ругательство, это не мат, как многие думают. это всего лишь русское слово, термин, обозначающий гулящую девку. Если я назову по-французски, это будет у нас, кто там, путана, да, то это у нас будет. Вот. Да, путана. Потому что проститутка это та, которая за свои вот эти вот удовольствия еще деньги берет. Да. Вот. А, еще, да, чисто, значит, французская шлюха. Кстати говоря, да. Вот. Но есть русский аналог. Я воспользовался им. Это так. Некоторым поборником, понимаете ли, там, я не понимаю за что, да. Которые борются, значит, с русским языком. Так вот, чтобы девочке не стать и не выглядеть блядью, собственно. Ей тоже надо понимать, как следует себя вести. Есть, конечно, да, половые инстинкты, которые чего-то требуют. Но, если идти все время на поводу инстинктов, мы перестанем отличаться от животных. Это те спокойно спариваются где угодно, на улице, там, ну, где, значит, сучка разрешила, там, кобелек-то и вскочил. Собственно, да. Вот так ведь происходит. Где, как говорится, хорошо быть кисаю, хорошо собакую, где хочу пописаю, где хочу покакаю, да. Вот. Скоро у нас до этого дойдет, в Европе уже дошло примерно до этого. Сейчас он октоберфест там идет, наглядно видно. Вот. опять же, с этой точки зрения все-таки девушки должны понимать, что на самом деле мужской пол привлекает не распущенность и развратность, а как раз-таки наоборот. Скромность. вот. Но как это себя вести так, чтобы вести себя нормально и одновременно скромно, это тоже нужна какая-то поведенческая модель. И если, соответственно, ее мать не была этому обучена в свое время, вот, а деградация она все-таки происходит постепенно, если нет развития, то есть деградация, вот, либо, значит, длина юбок увеличивается, либо длина юбок укорачивается, вот, это достаточно просто все, то возникает вопрос, где вот это вот все брать юному поколению, да, значит, всему, да, в принципе, достаточно у многих людей порядка, там, 30 плюс-минус лет, такие же вопросы возникают. Ответ очень простой, ответ существовал этот всегда, но для моего поколения, он, скажем так, является естественным, а для нынешнего нет. Ответ простой, книга. Понимаете, это не лозунг, книга-источник знаний и лучший подарок этой книге. На самом деле, на самом деле, это, в первую очередь, истина, потому что книга написана правильным писателем. Она именно что источник знания, источник опыта многих поколений. Это концентрат. С одной стороны, это концентрат. С другой стороны, когда читаешь книгу, это фактически самое интересное кино, которое ты смотришь. Картинка образуется здесь. И чтение книги очень хорошо развивает воображение. Не фантазию, а именно воображение. Умение по тексту составить картинку. При этом всем, при этом всем, значит, я бы сразу выкинул к чертовой матери практически все книги, где авторы дамы. Извините, но дамы хороши при написании бульварных романов. Все. остальное им практически недоступно, потому что женщина это чувства и эмоции. И при передаче знаний у нее банально не хватает свойств мозга. Это физиология. Всего лишь физиология. Я раньше уже говорил, сейчас просто-напросто повторюсь. Женщина это мать. Поэтому, а мать это у нас что? Это любовь. Поэтому у женщины занято вот это все чувствами и эмоциями. Там, где у мужика занято разумом, логикой, у женщины приоритетно чувства и эмоции. и мужчины и женщины они должны друг друга соответственно в семье компенсировать. Все элементарно. Но это в семье. Мать и жена она должна дарить чувства, эмоции, значит, свою любовь членам семьи. Соответственно, муж голова семьи, отец, он принимает решения стратегические в первую очередь, он составляет прогнозы и так далее. Понимаете? Все. Здесь взаимодополнение и никаких противоречий здесь нет. И никаких обид здесь быть не может и не должно. А то некоторые дамы обижаются. Ах, вот, блин, все, Львов меня дурой называет. Ну, блин, это физиологические различия. На что здесь обижаться? Если женщина слабее мужчины, значит, физически. Здесь на что обижаться? Природа такими сделала. Может быть, мужикам надо обижаться на то, что природа их обделила эмоциями, чувствами. Но этого же почему-то не происходит. Да. Так вот, так вот, возвращаясь к книгам, смотрите. Научно-техническая фантастика, к примеру, это у нас, вот я немножко накидал так себе формулировочки, это у нас научные и технические данные, это факты, это явления, это логика, это демонстрация прогнозирования. в первую очередь, научно-техническая фантастика написана инженерами, людьми, имеющими техническое образование, а там логика на первом месте. Понимаете? Это к классике, например, вот этого хозяйства можно отнести Жюльверно, в первую очередь. К классике можно отнести Беляева. Беляев писал в 20-х годах и практически все, что он описывал на сегодняшний день существует. Кстати, нет, не все, не все, что описал Беляев на сегодняшний день существует. То есть, человек заглянул больше, чем на 100 лет вперед. И причем достаточно детально, подробно описал это все. До сих пор читаешь Беляева и ощущение, что написано это сегодня, все это хозяйство. Не 100 лет назад, а сегодня. Понимаете? Это вот классика. Про там, что называется, классику научной фантастики типа не буду перечислять. Вот. Достаточно банально погуглить, например. Вот. Слишком много имен в голове крутится. Вот. это все есть. Бери, читай. Книга это, вот в данном случае, еще раз, это данные, это характеристики. Космическая фантастика, это астрономия. Вот. очень много данных по, например, терраформированию, то есть, по геологическим процессам в этой научно-технической фантастике. И человек, читая какой-то увлекательный сюжет, это все хозяйство впитывает. когда вы знаете условно всего одну вещь, у вас может возникнуть два, ну, максимум три вопроса. Когда вы знаете пять вещей, у вас будет, соответственно, даже не пятнадцать вопросов, а значительно больше. Там геометрическая прогрессия идет. Вот. Причем в степени. Понимаете? Когда вы знаете сто разных вещей, у вас еще больше вопросов, больше понимания, но больше вопросов, больше интереса, в том числе интереса в том, чтобы найти ответ на свои вопросы. Вы читали вот эту книжку, да, потом через там, я не знаю, десять лет вы прочитали вот эту книжку. Здесь какие-то данные вам были, вами были получены, и вот здесь были данные получены, и вот эти данные у вас сошлись. Там плюс ваш личный опыт, плюс какие-то еще там сведения, и вот это все хозяйство сходится в голове. И вы что-то, например, понимаете. Так делаются открытия-то в первую очередь. Понимаете? Значит, если мы берем приключенческую литературу, то это у нас география, да, данные по географии, это у нас данные по биологии, по зоологии, ботаники, это у нас данные по социологии, психологии, это у нас полная картина как раз-таки личностных взаимоотношений, и мы сразу здесь видим положительных героев, отрицательных героев, или там персонажей, да, и сразу здесь видно, каким образом это взаимодействует и чем это отличается. Нам не надо проживать жизнь для того, чтобы увидеть результат. Перед нашими глазами за там 2-3-4 дня, пока мы там книгу читали, пролетела вот эта жизнь героев, и мы видели начало их деятельности и конец их деятельности, мы видим начало, процесс и результат этого всего хозяйства, и нам не требуется тратить собственную жизнь для того, чтобы понять, чем дело-то может закончиться. Мы можем сами пытаться прогнозировать, а если бы делали вот так, то было бы вот так. А когда таких книг много в голове, тогда есть возможность соответственно проводить нормально, спокойно, естественным образом анализ, выявлять закономерности и согласно по этим закономерностям прогнозировать уже что-то, в том числе в реальной жизни, потому что в основном вот эти вот все сюжеты, они взяты в первую очередь из-за реальной жизни, где-то это может быть идеализировано, но собственно тем не менее это является реальным опытом. Понимаете в чем дело? Вот. мы как раз таки в книжках есть возможность видеть обоснование совестливого и альтруистического поведения, а то сейчас нам рассказывают, что совесть это атовизм, что альтруизм это неэффективно, нет, то, что это рассказывается в рамках расчеловечивания, это отдельный момент, но это еще надо понять, что происходит, это надо еще понять, что это расчеловечивание, понимаете? это как значит нам пытались преподавать значит стоит преподаватель рассказывает, что значит совесть это атовизм там для ля-ля три рубля мешает бабке зарабатывать. Блин. Я говорю вы для начала дайте определение что такое совесть, чтобы рассказывать про атовизм это это раз значит второе а каким образом отсутствие совести связано как раз таки с отсидкой в местах не столь отдаленных там где это самое что называется небо в клеточку друзья в полосочку на зоне это вот как с этим связано напрямую нет законы написанные существующие административные там в том числе с административной уголовной ответственностью это вышло разве не из обычаев человеческих а там разве совесть что совсем не фигурирует в этом всем хозяйстве вот ну да дама убежала в истерике а ей просто дали вот это вот на ты должна это преподавать дама училась у нас стажировалась в америке понимаете ли ну да и она теперь нам принесла засветоч знаний вот этот вот да понимаете вот такие вот моменты вот такие вот моменты соответственно альтруизм эгоизм и так далее человек который является абсолютным эгоистом он оказывается в конечном итоге один но человек это все-таки существо социальное стадное стайное как хотите это назвать но это социальное существо в одиночку оно просто-напросто не выживает и чувствует себя очень некомфортно именно поэтому именно поэтому значит альтернатива смертной казни это одиночное заключение вот когда не с кем поговорить не с кем общаться в этих случаях через несколько лет человек обычно сходит с ума если с ним никто не разговаривает вот понимаете соответственно авторы вот так вот если слегка Марк Твен Фенимор Купер Майн Рид Жюль Верн Джек Лондон это база это начало про наших там пришвенных лесковых я уж молчу это вообще должно быть изначально по умолчанию что называется даваться вот просто потому факту что человек разговаривает на русском языке с детства вот понятно да если ну то пошло там научная фантастика и Головачев пожалуйста про Беляева я уже говорил как-то так как-то так собственно в принципе все выводы окончательные делайте сами если кого-то про неполную семью я не убедил пожалуйста ознакомьтесь с материалом есть на моем сайте значит ссылка на сайт будет под видео в описании обязательно есть в группе вконтакте ссылка на нее там же вот материал называется отвергая отца написано не мной написано психологом вот изложено очень подробно со всеми обоснованиями как положено как раз таки вот об этой проблеме неполной семьи что из этого получается вот наверное бывают исключения наверное бывают исключения но я таких исключений не встречал мне тут как-то сказали значит что Гагарин Юрий Алексеевич был как раз таки таким вот исключением но надо понимать что Гагарин рос в деревне вот а это одна такая большая семья там вся деревня участвует в воспитании там нет своих детей и чужих не знаю как сейчас во всяком случае раньше было так понятно да вот поэтому в его воспитании и примером для него легко и непринужденно мог быть сосед и очень часто в том числе в моем детстве так и было вот здесь вот да я хотел походить на своего отца вот в этом значит мне там нравился наш сосед мой тезка дядя Вася который катал нас малышню на мотоцикле с коляской вот и так далее каким вот собственно образом да ну и соответственно если у вас остались какие-то вопросы то заходите на мой сайт пользуйтесь поисковой строкой ищите необходимую информацию изучайте и будьте здоровы всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...